Настолько узнаваемый, даже можно сказать, культовый персонаж, что отсутствие к нему уже что-то удивляет, верно? Одну пасхалочку... Майни, вновь с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Содерлинг, это пасхалки на Гравити Фоллс в других мультсериалах. Гравити Фоллс, как же давно его посмотрел, какой же это великолепный мультфильм, давайте посмотрим, где же делают на него отсылочки. Всем привет, с вами Содерлинг, и я нашел очень, очень, очень много пасхалок на Гравити Фоллс в других мультсериалах. Это нас радует, давай смотреть. Гравити Фоллс, как только вы подпишитесь на канал, ведь в скором времени... Не, ну, а подписаться, ребята, иначе не расскажут. На меня можете тоже подписаться. На другие ваши любимые мультики, игры и аниме. А еще подписка на канал под роликом помогает этому самому ролику набрать больше просмотров. Это да, это факт, кстати. Если хотите поддержать блогера, подписка, лайк, коммент, в мое впечатление. Возможно, вы не поверите, но на Гравити Фоллс отсылается уже даже в анимешках. В полнометражке по Академии Ведьмочек во время парада на ежегодном празднике города в толпе и среди множества людей можно заметить Диппера, Мэйбл и Икони из вселенной Сивен. Прикольно. Хоть и цвета одежды мальчика немного другие, но все атрибуты сохранены. Его сестра же вообще идентичная копия Мэйбл с ее фирменными свитерками. Также девочка появилась в восьмом эпизоде первого сезона Глюкотехников. Какая милая рисовка. Какая милая рисовка. Именно эта малышка помогла ребятам ее одолеть. И хоть по сериалу ее зовут Сабрина, думаю, никто не станет спорить с тем, что это стопроцентная отсылочка к Мэйбл. Ну да, очень похоже. Еще, но по ссылочку к главным героям можно заметить в очень известной, пускай, фанатской короткометражке по Малитопуни под названием Двойной Радужный Удар, которая на Перезаливе на Ютубе набрала более 75 миллионов просмотров. Че? Обалдеть. Как-то Твайлайт рассказывает о свойствах созданного ей мультипликатора таланта на примере Рарити. Среди созданных под воздействием зелья нарядов можно заметить костюмы Анга из Аватара, Старфайр из Юных Титанов, Харли Квинн, Лиза Симпсон, Линка, Дафни, Луфи, Принцессы Бубльгум, Он из Супер Крошек, а также наших главных на сегодня героев. Дипер Мэйбл. Отсылается Гравити Фолс даже и в российских мультсериалах. В 10 эпизоде первого сезона героев Энвила Илья Мурова в приводе директора, чтобы пожаловаться на главных героев, мол, они якобы вызвали монстра в реальный мир. Но в кабинете нет ни намека на что-то подобное. И прикрывая ребят, Елена Викторовна говорит, что... Или я просто пересказал серию Гравити Фолс. Спасибо, Илья. Я обязательно посмотрю. То есть буквально упоминает название этого мультика. Обалдеть, но... Это все равно прикольно. Это приятно такое услышать. ...когда главные герои в 19 серии 4 сезона решили посмотреть фильм с пиратского сайта, они тотчас же подхватили вирус, завладевший их ноутбуком. Оттуда вырывается интернет-тронь. Вот так, ребята. И слотная сущность, озвученная самим Аликсом Хиршем. Потому, смотря серию в оригинале, вы сразу услышите знакомый всем смех. В точности, как Билшиф урон по его воздухе издевается надо всеми, превращает главных героев в невесть что, краснеет, когда злится и жаждет привнести хаос в этот мир. Прикольно. Очень крутая отсылка. ...в точности так же, как наш треугольный парень однажды вселился в тело Диппера. Шикарная пародия. А в 37-м эпизоде... Не самая очевидная, но очень крутая. ...можно заметить уже не просто подобие, а лично самого Билла. Среди множества игрушек в автомате с краном, видно персонажей лучших диснеевских мастерей. О, с приветом по планетам. Тут и там и с приветом по планетам. Да, класс. Стар, Руфуса из Ким 5. Старк, кстати, тоже прикольный мультфильм. Поначалу я его не понял, Старк против силы зла, а потом как-то так залепил, а он такой прикольный. Плюсом Пэри Утконоса, Сприга из Амфибии, Кинга из Дома Савы и, собственно, Билла Шифа. На Дом Савы посмотреть. Недалеко от автомата также видим игру под названием Baby Fight, что отсылает нас еще и к сериалу из Gravity Falls под названием Baby Fight, который Стэн смотрел в эпизоде Ковера Бармот. Та же задумка, такое же название и даже логотип этого шоу и игры невероятно похожи. 15 серии второго сезона Перезапуска Супер Крошек тоже была одна весьма интересная пасхалочка. Девочки приезжают в космический лагерь, в котором все сотрудники и вожатые носят кепку Диппера. Да, без сосны на ней. И там можно было бы назвать совпадением, если б только этот лагерь не назывался Кэмп Биг Диппер. Как вы знаете, Диппер это не настоящее имя мальчика. У него такое прозвище из-за родимых пятен на лбу, выстроенных в форме созвездия под названием Диппер. Ковш. И этот космический лагерь определенно назван в честь того же созвездия. Однако же бело-синие кепки Диппера в лагере Биг Диппер это определенно отсылочка. А в 26 эпизоде второго сезона Демон... Блин, ну этот мультфильм очень крутой, поэтому в принципе ну и понятно, почему так много отсылок. Заслуженно? Заслуженно. Заслуж самый настоящий странно-гидон. Обретя новую мастровидную форму, он жаждет привнести хаос в этот мир. И одного жителя Таусвилля за другим начинает превращать в не весь что, в точности так же, как это делал и Билл Шифр, обретя физическую форму в Гравити Фоллс. Он даже так же злобно смеется. И под влиянием его сил, один из местных превращается в уже знакомый намбургер, обитавший в радужном мире фантазии Мэйпл. Но это еще что? Если в Супер Крошках просто пародируется странно-гидон, то вселенная Дома Савы, вероятно, напрямую связана с Гравити Фоллс. У меня целый видос этому посвящен. Ну да, блин, мы уже смотрели вроде этот видос, да? Или я его сам смотрел? Я не помню. Тоже не обошлось. В четвертой серии первого сезона, на доске среди всех демонов, о которых Кинг рассказывал Луз, можно заметить изображение Билла Шифра. В одиннадцатом эпизоде первого сезона все тот же Кинг произносит... Скорее-таки связанное. Это отсылочка к трону застывшей огонь и рода Лескова, который Билл Шифр сотворил себе во время странно-гидона. Что ж, неспроста в интернете гуляет теория о том, что Кинг это якобы перерожденный Билл Шифр. А также в самой первой серии первого сезона, среди множества товаров... Это его поклонник, на самом деле. Из человеческого мира, который Ида продает в своей лавке, можно вновь заметить кепку Диппера. Киджина Чудес уже, видимо, так разрослась, что продает товары даже в других вселенах. И на Кипящих Островах, и в Мире Супер Крошек, и в Малиту Пони. А в нашей вселенной, если захотите... О-о-о, ребята, нет, это автор покушает, это автор покушает. Не забывайте подписываться на Содерлинга, на него есть ссылка в описании. Также, если вы хотите, чтобы вот этот вот лентяй, реакционер, надумок, тоже покушал, хотя бы немножечко. Можете просто подписаться, лайк поставить и комментарий написать. Если вы просто уже подпишите, то я уже хотя бы перекушу. За ваше здоровье, ребят. Следующая пасхалочка скрывается в мультсериале под названием Кларенс. В 31-м эпизоде 2-го сезона, когда главные герои случайно падают с дерева, вместе с ними внезапно летит гном из 1-й серии Gravity Falls. Ребята его не встречали, не говорили с ним. Обалдеть. Просто ненароком прихватили его с собой, скатывая с дерева. Он появляется всего на 1 секунду, чисто ради отсылочки. Такой же гном был и в 15-й серии 3-го сезона «Стар против все узла». Девочка решила прикупить нескольких таких в квест-байе. И это не единственная пасхалочка Gravity Falls в этом мультсериале. «Стар против все узла» — классный мультфильм. В 23-м эпизоде 2-го сезона в шкафчике Марка можно заметить наклейку с надписью «Several Times». Это название того буйс-бэнда из 17-й серии 1-го сезона Gravity Falls, который очень нравился Мэйбл. Видимо, и Марка — большой фанат. А Марка что-то скрывала, негодник. В новом эпизоде 2-го сезона в больнице над кроватью Бон-Бона можно заметить картину с изображением хижины чудеса. И в 9-й серии 2-го сезона на экскурсию по грозивым лечебницам Махакрика пришли абсолютно те же туристы, которым Стэн показывал хижину чудес в самой первой серии Gravity Falls. А в 10-м эпизоде 2-го сезона уже в другой группе туристов, желающих посмотреть на старый гейзер, можно заметить Зуса. В 17-й серии 1-го сезона, когда Стар подбирает себе на день головной убор, одним из её вариантов была фиеска Стэна. Ну и в 9-м эпизоде 1-го сезона, когда Стар водит родителей Марка по своему родному миру, стоит обратить внимание на этих свинокозлов, которые выглядят, ну, прям как сочетание Пухли и Гомперса. Помните же, как Мэйбл их поженила в 9-й серии 2-го сезона Gravity Falls. Кайфовая серия. Ну, как бы у дракона и осла вышло, вот у них вышло, вот такое вот чудо. Билл, реально. И в 13-й серии 3-го сезона в комнате Джеки на стене висит плакат с изображением нашего любимого треугольного демона. Да, Билл Шифр настолько узнаваемый, даже можно сказать, культовый персонаж, Ну, конечно, культовый. Один из великолепнейших злодеев. Одну паскалочку удалось найти даже в детском мультике под названием Радужно-Бабочково-Единорожная кошка. Что? Ладно. Назвонить царя на чем можно заметить изображение треугольного парня с гаустуком, что, несомненно, является отсылкой к Биллу Шифру. В 11-й серии 1-го сезона новых утиных историй. Также можно его заметить среди множества подсказок, наклеенных на стекло машины Зигзага. Еще в 22-м эпизоде 3-го сезона, когда Билли открыл энциклопедию Юнуса Хуф, на раскрытой им странице можно заметить изображение Билла Шифра. А еще в 8-й серии 1-го сезона на рисунках на стенах пирамиды видно, что в древности египтяне погонялись некому зеленому треугольнику с глазом и ножками. А зеленый, потому что краски желтой не было. Или выцвело. Кто знает, кто знает. Билл действительно контактировал с египтянами и пытался заставить их тоже построить портал. А учитывая, что весь первый сезон «Новых Утиных Историй» режиссировала Дана Террас, девушка Алекса Хирша, вероятность этой отсылочки весьма велика. Далее в 7-м эпизоде 2-го сезона мультсериала под названием «То Лаут». Среди множества книг в библиотеке можно заметить знакомый нам красный дневник с желтой ладонью и цифрой 4 на обложке. Хоть Форт и написал. А всего же было 3. А вот черт написал. Не менее редкий экземпляр дневника уже с 4-х палой рукой продаётся в лавке с проклятыми вещами в первой серии первого сезона мультика Юникити. Также Рэйвен из «Юных Титанов вперёд» на протяжении всего сериала периодически читает книгу сильнейшим образом напоминающую дневник Форда с такой же ладонью на обложке. Только вот из-за способств девушки, позволяющей ей удерживать книгу в воздухе, красный дневник стал чёрно-белым, как и вся магия Рэйвен. Видимо, её привлекла информация о столь разнообразных монстрах и сверхъестественных явлениях, описанных Фордом. Блин, а вот что значит реально легендарный мультфильм. Господи, я сейчас замёрзну. То как жарко, то холодно. Шуштак. Второй серии первого сезона «Адского босса» тоже была одна лично тонкая иллюзия Gravity Falls. Милли просит Мокси выиграть ей какую-то непонятную игрушку. Не знаю, что это, но я это хочу. И это очень напоминает ситуацию из девятого эпизода первого сезона Gravity Falls. Они реально похожи. Не знаю, утка это или панда, но хочу такое. И Дипперу и Мокси никак не удаётся победить в игре. Один проиграется от других. Но когда им всё-таки удалось обрадовать своих напарниц, они с огромной радостью обнимают полученную игрушку. Подобная же сцена была, к слову, в мультсериале «С приветом по планетам». Блин, какие классные мультфильмы. И я так буду начинать какой-то мультфильм смотреть. Потому что меня опять засосёт в него. Это вообще великолепная серия со свиданием с Сильвией. И пытаясь выиграть девушку такую же странную на вид игрушку в абсолютно такой же игре с тремя бутылками, скелет промахивается и попадает мячиком Сильвии прямо в глаз. И как вы помните, то же самое произошло и с Венди. Но это ещё не всё. В тринадцатой серии второго сезона Доминаторша переключает каналы на телеке и натыкается на мультик под названием «Тайны таинственных детей», который является космической пародией одновременно на Скуби-Ду и Гравити Фолкс. Здесь смесь Мэмл и Дахни, Диппер с обычным деревом, несколько сосны на кепке, Стэн с пазлом на шапке. И все они пришельцы. Азус... Блин, я не помню, заметили ли мы эту пасхалку когда смотрели? Вот не помню уже. Он играет роль местного Скуби-Ду. Всех персонажей озвучивают те же актёры озвучки. Джейсон Риттер, Кристен Шайли и Алекс Хидж. Обалдеть, как сопарились. Летят они на космическом корабле, внешне пародирующем фургончик «Тайны». Однако же с надписи на нём слетела буква «С», в точности так же, как на вывеске «Хижины Тайны». А сверху расположен знак вопроса. Вот это классный мульт! Но в финале червяка из будущего был мультикроссовер даже пожёстче, чем этот. Сев на временного оленя, друзья начинают скакать по различным вселенным, тем самым образом на пару секунд попадая в реальности «Стар против сил зла», «Рассола и Арахиса», «С приветом по планетам» и даже «Гравити Фолс». Правда, только Диппер обратил внимание на этих необычных путешественников. Но говоря о параллельных реалиях... Только Диппер тут внимательно. Все остальные такие «А, монстры». Ну и разное бывает. Стеклик и Морти также связан с «Гравити Фолс». Ведь в десятой серии первого сезона из одного из порталов, открытых Риком, выпадает кружка, ручка и блокнот. Три этих самых предмета случайно выпустил из рук Стэнли в сцене во время титров в седьмом эпизоде второго сезона «Гравити Фолс», после чего они влетели в восстановленный портал. Обалдеть! Ну в принципе, учитывая, что Рик и Морти это про проливные вселенные, да и «Гравити Фолс» тоже частично про вот эти всякие разные вселенные, ну порталы и прочее. Это очень интересно. Ну и поэтому неудивительно, что эти два мультсериала связывают столько отсылок. В первой серии третьего сезона у одного из Морти в «Цитадели Риков» можно заметить в руках третий дневник Форда. А пару секунд спустя на фоне позади идущих главных героев можно заметить близняшек Морти из параллельной реальности, которые выглядят как диперы Мейбл. Видно, это вселенная кроссовера с «Гравити Фолс», которого в нашей реальности мы, увы, вряд ли дождемся. Также в «Токсичном мире» в шестой серии третьего сезона среди отходов можно заметить восьмерку. Друга демона била шифра, которого тот позвал на вечеринку во время «Страна Геддона». Затем в восьмом эпизоде третьего сезона среди множества монстров я бы это не заметил, потому что я этого монстра не сильно запомнил. ...весьма интересные трубки с воспоминаниями, на которых значатся два очень знакомых для нас имени Стэнфорд и Билл Ша. И тут два варианта. Либо же настоятся воспоминания Форда и Билла шифра, либо же воспоминания Морти об этих двоих. Детали нам, увы, знать не дано. В шестой серии пятого сезона появляется персонаж по имени Дуэйн, местный вице-президент, который сильнейшим образом напоминает повзрослевшего Гедеона. Похожая прическа, светлые волосы, веснушки, жажда власти, неприятный характер и, что самое главное, абсолютно такой же амулет на шее, который Гедон использовал в четвертом эпизоде первого сезона. Скорее всего, типа это у него есть отсылка. Типа это он и есть. Блин, я могу мало комментировать в этом, но удивляться, и я люблю подобные видосы, они очень интересные. Кипо сознании, на мониторе, на заднем плане, внезапно появляется изображение Билла шифра. А также парочку натянутых отсылочек можно заметить в пятом и восьмом эпизоде третьего сезона, где на фоне можно заметить символ треугольника с глазом, что может быть как отсылочкой к Биллу, так и к обычному изображению масона. 36 серии второго сезона Амфибии Марси случайно открывает книгу на страничке, где также изображен Билл Шифр, в точности такой же, каким и привыкли его видеть в мульте. В 26 эпизоде первого сезона же в городских архивах среди множества книг, из которых главные герои выстрелили башню, можно заметить один из дневников Форда, прямо на котором стоит Прэкскок. Далее в 24 серии второго сезона среди множества вещей в любовном мусоре, позади поле и сприга, можно заметить синебелую кепку Дипера с сосной по центру. Но главное сосредоточение отсылочек Gravity Falls стоится в эпизоде под названием Музей восковых фигур, который целиком и полностью пародирует наш любимый мультсериал. В этой серии главные герои решают посетить так называемый Музей странностей, местную хижину тайн. Около крыши сразу видим окну формы глаза, которая была расположена и на чердаке, где жили Диппер и Мэйбл. На крыше знак вопроса, а снизу такой же вход в подвал. На полу внутри расстелен ковер с изображением Билла Шифра. В музее продаются футболки со знаком вопроса, которую носит Зус. Тут стоят различные монстры, восковые фромы, сильнейшим образом напоминающие гномов из первой серии. Внутри висит рисунок желтой пирамидки с руками. Да, вас не напрягает как бы внешний вид того персонажа. А над дверью расположен все тот же символ глаза. Местного мистера Пайнца зовут Мистер Понтс, и он выглядит в точности как стенд. Идентичный. Костюм, веска, повязка на глазу и даже трой с шаром. Ну бывает, поменял расу, ребята, наша реальная жизнь уже все меняет, там и пол, и прочее, поэтому ничего необычного. Не вижу. И озвучивает его лично сам Алекс Хирш. Сперва главные герои приняли хозяина за одну из восковых фигур, в точности так же, как это было и в третьем эпизоде первого сезона Gravity Falls. Привет! Старинная шутка, меня приняли за неживой экспонат. И он такой же хитрый, скряга. Прикольно. А если вы бросите немного монет в этот мешок, я устрою вам тур по величайшему музею в этих краях. Если бросить с него денег, он станцует. Мистер Понтс проводит героям такую же экскурсию, а затем даже исчезает перед ними в точности так же, как про дядя Стэн впервые появился перед Дипером и Мэйбл в заставке. Здесь же работает и лягушка Зус. Похоже, мы нашли золотую жилу лягушка Сус. Ему даже ими менять не стали. Он буквально лягушка Зус. Скажите, мистер Понтс, вы никогда не ощущали, что мы одновременно существуем в нескольких параллельных вселеннях? И лягушка Зус знает больше, чем кажется, не правда ли? Внутри хижины можно заметить, какими склонами. И это тоже неспроста. Ведь они очень нравятся и оригинальному Стэну, если вы забыли. Ох, это... Это прекрасно! Когда же мистер Понтс запалились за тем, как он превращает Энн в восковую статую, он кричит Кто ты? Коп? Я не вернусь в лягушачью тюрьму! Это отсылка к тому, что Стэнли сидел в тюрьме. И когда из воска выбрались гномы, один из них кричит Шме Белок. Шме Белок. Ну и какое же это Гравити Фоус без шифров, верно? Над огромной картиной с клоуном расположен код, который при помощи Цезаря расшифровывается как The Reese's Suits in Every Dimension. Сус есть в каждой реальности. А также за дверью, когда затащили Понсон, находится крохотная надпись, которая переводится как Deep Sifica for Life. Deep Sifica на всю жизнь. Это для тех, кто до сих пор продолжает шиппери Дипера и Пасифику. А на этом сегодня все. А пасхалка на какой мультфильм не стоит сделать видео в следующий раз? Рикки Морти, время заключения, Симпсоны, а мультфильм Блин, очень крутой ролик, великолепный, мне очень понравился, потому что Грайки Фолс, он в сердечке навсегда. Да, ему уже сколько лет, на самом деле, как же я давно его смотрел. Ну, а сколько он прекрасен. Он такой, он до сих пор вызывает такие теплые-теплые эмоции. Может быть, даже когда-то его пересмотрю. Было бы очень круто. А так, ребята, что, подписывайтесь на Содерлинга, подписывайтесь на мой канал, лайки, комментарии, подписки, я уже говорил, мне было бы очень приятно. А так, что, всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok